Вообще все государства по шкале есть государства, которые абсолютный вор и государства, которые абсолютный бандит. О предпринимательстве, о сути этого. Я понимаю, что для многих людей, которые как-то интересовались либертарианством, которые как-то вообще плюс-минус нормально образованы, это будут скучные прописные истины, а, казалось бы, Советского Союза уже нет, где предпринимательство считалось грехом, было запрещено из-за валютной операции, можно было быть расстрелянным ещё буквально 60 лет назад. Советского Союза уже нет, и, казалось бы, это абсолютно никому не нужная информация, но это абсолютно не так, так как нынешние власти пытаются восстановить Советский Союз в самой худшей его такой мрачной пародийной форме. И если даже мы посмотрим прекрасные фильмы, например, «Чики» или ещё какие-то, не знаю, интересные сериалы, которые даже критикуют и насмехаются над тем, что происходит, мы видим, что, вот в «Чиках», например, что мент, какой бы он ни был, он хороший. Представитель власти, младшей власти, плохой, старшей власти — хороший, ну, как пристанье. Представитель духовенства, хоть и терзаемый грехами, но хороший. Кто же плохой? Плохой предприниматель, потому что предприниматель равно бандит. Ну, это вот ровно идеи, искажённая идея французской революции почему-то до сих пор правит баллами. Сам Путин, у него представление о предпринимателях сложилось в начале 90-х, когда они мутили в Питере. И для него предпринимательское сословие — это те, которые разворовывают то, что не успели чиновники, и продают всё, что можно немцам, финнам, и не платят налоги, и всячески обманывают и выкручивают. И он искренне ненавидит предпринимательский класс и пытается его изжить. Лукашенко в 96-м году говорил, что через год предпринимательства у нас не будет, я пожму руку последним, и на этом всё закончится. В общем, чем отличается предприниматель от обычных людей? То есть, ну, работают в нормальном обществе, наверное, процентов 80-90 трудоспособного населения работают. А предпринимательство, если это какая-то очень правильная и здоровая экономика и достаточно много маленького бизнеса, там деньги на юге Италии или в каких-нибудь там далёких, приятных альпийских деревнях, огромное количество маленького бизнеса и, как следствие, экономика достаточно стабильна. И там, наверное, процент предпринимателей с учётом членов семьи может спокойно достигать, наверное, 15 или 20%. А у нас он, понятно, меньше. На десятый год каждый шестой предприниматель, например, сидел в тюрьме расистом. Так вот, чем отличается, почему предпринимательство такое спорное, для многих, наверное, недоступное, слишком рискованное, слишком неприятное вещь, предпринимательством невозможно заниматься 8 часов в день и невозможно заниматься 5 дней в неделю. Это абсолютно твоя жизнь. ты можешь быть наёмным человеком и думать, и гореть, и ночью писать имейлы в момент делания карьеры. Но в какой-то момент ты можешь по большому счёту всё бросить. А это то, что ты бросить не можешь. Это принципиальная разница. В своей прекрасной карьере, будь то там какой-то сложный большой проект или организация Олимпиады, если ты наёмный сотрудник, ты можешь потерять всё, репутацию, все деньги, зарплату, доход, контракт. Ты можешь потерять это всё. Ты не можешь уйти в минус. В предпринимательстве ты можешь уйти в минус. То есть ты можешь остаться должен больше, чем есть у тебя, есть у твоих родственников, у твоих возможных кредиторов, друзей, и больше, чем ты вообще можешь заработать за всю следующую жизнь. И этот риск, он немаловажный. То есть для наёмных сотрудников существует ось от нуля и вверх, для предпринимателя она абсолютно подо льдом тоже есть жизнь. Предпринимательство, опять-таки, безусловно, есть совершенно выдающиеся Джеки Уэлч и так далее, это CEO General Electric. Ну, в целом, предпринимательство, именно осознанное взятие на себя риска, продумывание тактики и стратегии, продумывание тактик и стратегий, как финансовых, так и сервисных, оно, я утверждаю, рождает самые лучшие чувства, самые лучшие мысли, оно способствует серьёзному развитию интеллекта, твоей души, способностей и так далее. Вообще процесс созидательный, при этом, когда ты принимаешь решение основное, он очень важен. То есть, грубо говоря, если взять какого-нибудь средневекового человека, над средневековым человеком есть закон и правила, над средневековым человеком есть, давлеет ещё какая-то церковная конфессия, и, например, есть ещё начальник там лавки, фабрики или кто-то, и вот он треподчинённый. А в нынешнее время, если ситуация такая, что ты находишься в относительно свободной экономике, ну, например, в Эмиратах образца нулевых или там в Америке 1910 года, и ты являешься атеистом, то над тобой, по сути, нет никого, кроме самого себя. И ты абсолютный властитель своей жизни, и от твоих решений полностью, практически на 90% зависит твоя жизнь, жизнь, твой успех, карьера, твоё благосостояние, твои возможности, твоё будущее. И это удивительным образом развивает личность. Каким бы ты ни был с развязанными руками наёмным человеком, даже если у тебя есть какой-то опцион, ты должен выстроить ситуацию, исходя из поставленной задачи, там, советом директоров или акционерами, или акционером, или изначально по тому контракту, который у тебя был, ты должен выполнить описанные чьей-то волей задачи. Когда ты предприниматель, ты эти задачи формируешь сам, сам ошибаешься, сам делаешь выводы, и различие личности, которые происходят, оно, по сути, если обычную личность можно условно посчитать как 3D, то это 4D. Это на одно измерение больше. Понятно, что эти личности гораздо менее управляемы, так как понимают, что нет никакой воли Божьей, потому что он сам принял вот эти 27 сложных решений, и в результате них появился этот самый миллион, или возникла эта самая фабрика. Они гораздо хуже управляемы, у них есть своё мнение, поэтому государства, которые являются… Ну, вообще все государства по шкале есть государства, которые абсолютный вор, и государства, которые абсолютный бандит. И государства в основном находятся где-то на этой шкале. Государство, где живу сейчас временно я, оно вор, причём такой достаточно вор с аппетитом. Государство, откуда я уехал, всё больше и больше приобретает признаки бандитов. Государства, которые… Квази-государства, образованные на месте Донецкой и Луганских областей Украины, они гораздо больше напоминают бандиты и так далее. И для воров и бандитов люди с независимым мнением, конечно, враги. Для людей, которые видят о том, что рядом с ними находится независимый человек, а они зависимы, опять-таки сложно достаточно удержаться от ненависти. К тому же, как правило, сильно независимый ум рано или поздно приводит к достатку гораздо выше среднего. Поэтому предпринимательское сословие в разных странах во всю историю в основном всегда притеснялось, государство старалось утащить как можно больше, иногда отбирало. И есть редкие случаи, когда государственные мужи сами очень активно участвовали в бизнесе, либо когда они понимали о том, что именно вот эти самые купцы, хотя они говорят на другом языке, молятся другим богам. Вообще выглядит не так, как выглядят должны нормальные люди, но вот эти самые купцы, а без них не будет процветания. Это редко бывало.